Я не могу! Сколько можно тренироваться? Ноги, ну, они скручиваются, меня нахуй как будто режут, блядь. Проигрывайте больно вообще организму, потому что он на выносит отыграл 9 туров в 10. Я не могу, сука! Привет, друзья! Я тут чуть-чуть побегал и вот решил зайти в водичку, а перед этим посмотрел еще раз этот трогательный кружочек VOLODYXXL. Он заслуживает того, чтобы насладиться им целиком. Наслаждайтесь. Идите нахуй, блядь, со своим футболом меня уже заебало. Я не могу! Сколько можно тренироваться? Сколько можно гробить свое, сука, здоровье на... Я сегодня, блядь, настолько мне болели ноги, мне вкололи укол обезболивающий. Я думаю, отыграю игру, все будет заебись. Все прошло охуенно, я отыграл игру. Но как действие обезболивающее прошло, меня крутит и ломает просто. У меня ноги, ну, они скручиваются, меня ножом как будто режут, блядь. Ты выкладываешься всего в этот футбол. Ты просто выкладываешься, выкладываешься, и тебе нихуя отдачи нету никакой. Я не знаю, пацаны. Ну, блядь, может, я плак сохуяться, но я не могу уже, блядь. Я не могу, сука! Как же мне больно, блядь, проигрывать и больно вообще организму, потому что он на выносе отыграл 9 туров, блядь, 10. Все тренировался, но, блядь, да нам не идет, сука, ну не идет, блядь. Действительно очень трогательный эпизод. В течение трех месяцев человек тренировался по утрам 4 раза в неделю. Старался, бегал на играх, вытаскивал какие-то сумасшедшие мячи из аутов, делал передачи партнерам. А как итог, ни призов, ни наград, и всего один забитый мяч. Надо возвращаться. Володя Иксексель простреливает. И первый в матче голевой момент. И он продолжается. Все еще на газоне. Вратарь 1-0. Находясь в таком положении, хочется дать Володе, да и всем, небольшой совет. Но прежде чем дать его, друзья, есть еще и другие советы. Например, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Это лучший букмекер по версии премии Спорта Россия. И чем чаще вы проходите по ссылке в закрепленном комментарии, тем лучше становится и мне, и Броуком. А я публикую свои ставки в Телеграме. Совсем скоро начнется чемпионат России. Так что давайте делать ставки вместе на Бэтбум. И, как всегда, будет масса интересных предложений. Я уверен, что сохранится акция, когда вы ставите на ту или иную команду. Если она ведет с разницей в два мяча, то ставка автоматически засчитывается как выигрышная. Ну, а теперь вернемся к Володе. Идите нахуй, блядь. Итак, еще раз. Володя много тренировался. Три месяца. Четыре дня в неделю. Я действительно его видел на тренировках, по утрам. Все было нормально. Да, Володя действительно неплохо играл в течение турнира. И уж я-то, он не даст соврать, точно делал ему. Комплименты говорил, Вова, ты молодец, ты в порядке. Ты очень стараешься, ты бегаешь действительно. Но призов нет, наград нет. Вылет в полуфинале, да и один забитый мяч. Это даже меньше, чем у Текилы. Причем мяч забит Володе именно в той же игре, где Текила Саня сделал хэт-трик. Бейсман, ты не дал некоторым звездам поиграть. Выход один на один. Гол! Он все-таки сделал это, он должен был сделать это. В свой день рождения Текила забивает гол. Четко реализованный выход один на один. Отсюда совет. Плакать, Володя, к сожалению, нет смысла. Есть одно правило. Как ты относишься к футболу, так и футбол относится к тебе. И в первую очередь для достижения результата перед следующим МФЛ нужно, к сожалению, на 90%, то есть допустить это только после матча, нужно полностью исключить любого вида тусовки. Все дело в том, что ты, Володя, к сожалению или к счастью, непрофессиональный футболист. И поэтому тело нужно держать всегда в форме. И любое алкогольное приключение, любое другое приключение, когда ты чем-то себя травишь, оно безусловно влияет в том числе на состояние твоих ноженек. То есть если бы ты в течение этих месяцев подводился, пил водичку, правильно соблюдал диету, то бегал бы на легких ногах как раз в том матче, где и ты должен был решать. А именно в матче с Тудроц. А легких ноженек не было. И эти же легкие ноженки и свежая головушка, она помогает решать эпизоды. У тебя было масса моментов, когда ты выходил близко к тому, чтобы один на один, когда ты мог наносить опасные удары, в том числе матчи с броками, но тебе в концовке после твоих забегов просто не хватало сил. Так что первое, что нужно делать, это не плакать, а хотя бы на некоторое время постараться вести именно здоровый образ жизни. Второе, нужно, Володя, работать над собой. Когда я вижу, что Саня Текила по утрам занимается с тренером до тренировки и проводит, и тратит действительно, а у него график насыщенный, и тратит на это достаточно много времени, значит он действительно хочет доказывать, и он хочет забивать. На его фоне он не профессиональный футболист, он никогда этим делом толком не занимался, но тем не менее забил три мяча. Он в отличной физической форме, несмотря на то, что играет по 20 минут. Он действительно свеж для футбольного поля, и мы видим у него конкретный прогресс. Он действует уже не только на том, что дала природу, но хотя бы с какого-то низкого уровня он прогрессирует. И для того, чтобы ты решал, Володя, тебе нужно, опять же, здесь дело даже не в тусовках, тебе нужно не плакать и жаловаться, а тебе нужно точно так же нанять Алекса и профессионально заниматься футболом. Нанять Алекса, ходить к нему по утрам, тренировать завершение, тренировать какие-то эпизоды один в одного, тренировать масса всего. Футбол подарит тебе то, что ты даришь ему. Чем больше времени ты на него потратишь, чем лучше будет тебе. И никакие слезы и несправедливость здесь не помогут. Ты можешь выдерживать этот график с твоей фактурой, с твоей легкостью. Ты можешь выдерживать этот график трех-четырех тренировок в неделю в течение трех месяцев легчайшим образом. Просто дело в том, что ты этого не хочешь. Но и третий совет для Володи специально, он заключается в одной простой вещи. Нужно меньше выпендриваться. Все эти слова о том, что я всех порву, я всех вынесу, я всех сделаю, я там крутил, мотал тигу, я всех обыгрываю, я вас всех трахну и так далее. Они никогда не идут в плюс. Эти слова никогда не идут в плюс. И в итоге все заканчивается слезами. Нужно быть скромнее и говорить уже о своих достижениях. Я сделал хэт-трик, я забил два мяча, я принес команде победу. Вместо этого, когда ты говоришь, что ты всех порвешь, даже в матче с броками ты не решаешься пробить буллит. Да, ты устал, да, сводят ноги. Но где эти лидерские качества, о которых ты постоянно говоришь? Где эти мячи, которые, согласно твоему гонору, должны постоянно забиваться? Где вся эта звездность и где все это геройство, о которых так сильно кричится? Сначала делай, Володя, сначала докажи, сначала покажи всем, что ты крутой. Ну, а потом уже можешь флексить. И, конечно, можно флексить в том числе по прошлогоннему МКС. Но три последних мяча, которые сделали тебя лучшим бомбардиром, они были забиты в матче совсем с не тем соперником. Так что можно, конечно, сейчас поплакать и пожаловаться. Но разве можно жаловаться из-за трех месяцев тренировок четыре раза в неделю, одноразовых всего лишь, и матчей, где уровень конкуренции в большом количестве не соответствовал высокому уровню. Так что работай над собой, Володя. Ты еще молодой. А все заявления об ФНЛ, РПЛ и интересе, ну, оставь до того момента, когда тебя действительно туда пригласят. Это был Егоров. Я поплыл. Пока. Я точно в августе буду отдыхать от футбола. Посмотрим. Но не буду погружен так, как сейчас, потому что, ну, реально, too much. Я устал.